Апелляционный суд Одессы оставил без изменений решение Приморского суда о передаче в аренду Одесским горсоветам земельного участка ООО «Эдвансмед» для строительства торговых павильонов, частной автостоянки и других помещений приватной собственности. 5 сентября апелляционный суд Одесской области вынес решение оставить без изменений решение суда первой инстанции о предоставлении земельного участка свыше двух гектар на Старосиной площади. Общество с ограниченной ответственностью «Эдвансмед» с целью застройки торговыми павильонами, частной автостоянкой и другими частными строениями. Напомним, что о незаконности решения Одесского горсовета о предоставлении такого лакомого земельного куска в самом центре города частной компании в аренду сроком на 25 лет выступил лидер городской организации партии «Народный рух Украины» Михаил Кузакони. По его словам, 25-летний срок аренды, по сути, передачи в частную собственность владельцам компании, которые превратили площадь имущественный комплекс громады, в очередной торговый центр, прибыль от которого в год официально составляет 8 миллионов гривен. По факту же, по словам Михаила Кузакони, не менее 80-100 миллионов гривен в год. Суд решил, в принципе, опустив наше доказательство, не приняв во внимание того, что она была, эта площадь выведена из майнового комплекса громады с серьезными нарушениями, в коррупционный способ, как я уважаю все однозначно. Суд все равно отказал нам, доставил, точнее, решение первой инстанции в силе, таким образом встав на сторону Одесской городской власти в данном решении. И я же говорю еще раз, что по факту сегодня в этом заведении отказали поступлением в бюджет, порядка 80-100 миллионов гривен в бюджет Одессы не попадут из-за решения этого суда. Это мы одесситы должны все понимать. Эти 80-100 миллионов гривен получит Труханов-галантерник, как и получает ранее. Я думаю, что власть, когда включает все административные коррупционные механизмы для того, чтобы в совершенно очевидных вещах отказать позывачам, в данном случае мне, как представителя громады, и дать возможность дальше этой власти нашей, воровской, грабить наш город, она на самом деле приближает развязку. Поэтому есть и позитивная сторона, и негативная. Негативная, я сказал, позитивная в том, что мы эволюционируем, и это приближает развязку. По словам адвоката ИСЦА, еще предстоит изучить аргументы суда, на основании которого апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменений. Но, по его словам, ему уже понятно, что суд не хочет ставить точку в борьбе с коррупционной схемой, благодаря которой очередное имущество городской громады уплыло в частные закрома. Поскольку 16 марта 2016 года было принято решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства рынка на Старосиной, а в июне того же года был утвержден уже сам проект землеустройства. По словам политика, подобные судебные решения лишь способствуют возрождению сознания у населения.